Увлечение бадминтоном переросло в дело жизни. Жанна Костромская в профессии почти полвека. Окончила технический вуз, но вовремя поняла, что любовь к детям для нее все. Признается, даже работала воспитателем. Так хотела осуществить мечту. И у нее это получилось. Теперь любимая работа и трудолюбивые ученики – ее награда. С детьми работать настолько увлекательно, настолько интересно. А самое главное – ты видишь, как они достигают чего-то. И вот это контакт, взаимопонимание, вот это внимание, как тебя слушают – это, конечно, дорогого стоит. Бадминтон – очень техничный вид спорта. Задача игроков – приземлить вала на стороне соперника. И наоборот – сделать все, чтобы он не упал на собственное поле. Быстрота, реакция и внимание, точность расчета – все это пригодится не только в спорте. При правильном подходе и мудром наставничестве тренера польза бадминтона очевидна. Сейчас мы занимаемся с начинающими спортсменами пластиковым валаном. А вообще есть перевой валан. А сила полета и свойства полета совсем другое у перевых валанов. На улице сила ветра, поэтому это как бы зальный вид спорта. Поэтому много нюансов. Но бадминтон развивает и скорость, и мышление, и ловкость, и координацию. В общем, вот очень гармоничное развитие в бадминтоне. Ваня пришел на занятия совсем недавно. Тренируется усердно. Бадминтон ему очень нравится. На вопрос, каким должен быть тренер, отвечает не по-детски рассудительно. Жанна Костромцова уверена, ее задача как тренера – привить любовь к спорту и развить физические данные каждого ребенка, независимо от того, выберет он в будущем спорт или нет. Рамина Ашмарина разделяет мнение старшей коллеги. Дети – они уникальны. Ими всегда нужно заниматься, всегда нужно искать какие-то сильные стороны. И я считаю, что у каждого ребенка есть талант. Просто его нужно вовремя увидеть и помочь ему вовремя это развить. Бадминтоном занимается с 9 лет. Амбиции и усердия дали свои результаты. В 13 лет стала семикратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и мастером спорта. А потом серьезная травма. Признается, опустились руки. Обиду на бадминтон решила побороть вместе с детьми. Так начался путь тренера. С помощью детей я взглянула на этот вид спорта совсем другими глазами. Конечно, захотелось снова ощутить этот спектр эмоций. Разговоры только о бадминтоне. У Рамины почти тренерская династия. Супруг тоже ей подстать. О своих первых учителях в спорте вспоминает со слезами на глазах. Мой тренер, которого я тренировалась в Уфе, начинала. Он этим жил. Он прожил до 83 лет. Он до последнего своего дня был в спорте. Не только в бадминтоне. Он этим жил. Тренер, которому я перешла в Москве, у него нет своих детей. И его детьми были мы. Вика – первоклассница. В спортшколу пришла вслед за сестрой. Занимается уже год. После уроков бежит на занятия. Ведь они только в радость. Подача нравится. Жонглировать нравится. Подавать. Отбивать нравится. В отделении бадминтона спортшколы Одинцова работают настоящие профессионалы. Свои амбиции и спортивный азарт они превращают в медали и кубки. Влюбленные в профессию и детей. И последние отвечают им взаимностью. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.